Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами обсудим очередную игру, выход которой уже не за горами, и по поводу которой у многих, в том числе и у меня, имеется некоторое опасение. Аватар Фронтирсов Пандора от Юбисофт. Вообще, Юбисофт в последнее время не сладкая еда, я тоже очень хочу сказать что-то вроде «ну вот вы доигрались со своей агрессивной монетизацией, некачественными играми, аванпостами в каждой игре» и так далее. Мало кто будет спорить с тем, что Юбики реально пошли не по той дорожке, и теперь за это расплачиваются. Компания в данный момент несет огромные финансовые убытки, про это я уже рассказывал в ролике о The Crew Motorsport. Около полумиллиарда долларов убытков уже было зафиксировано, а да, это еще не все проблемы. Недавно компания столкнулась с новым скандалом, связанным с поведением некоторых сотрудников, пришлось объясняться, оправдываться и устраивать показательные увольнения. Но если честно, при всем при этом, мне не хотелось бы, чтобы Юбисофт загнулись окончательно, ибо некоторые из их игр я очень даже котирую. Мне бы просто хотелось, чтобы они встали на путь исправления. В этом видео мы поговорим о том, чего можно ждать от новой игры по Аватару, от Юбисофт на фоне всех их проблем. Посмотрим на графику, геймплей и обсудим другие подробности игры, которые нам на данный момент известны. Это видео будет и про Аватар, и в целом про Юбисофт. Самое время вам всем написать в комментариях, что теперь я тырю у Соника не только стиль превью, но и направленность контента. Но на самом деле я давно хотел сделать видео про эту игру и про ситуацию с Юбисофт, а тут еще недавно появились новые геймплейные ролики Аватара, так что чем не повод все это наконец обсудить. Ну а перед этим, как всегда, традиционно, смотрите, какой модный постриг специально для вас. И поэтому я очень сильно попрошу подписаться на канал, если тут первый раз вам заходит контент, а также поставить лайк, чтобы умаслить проклятые алгоритмы Ютуба. Чуть более тысячи подписчиков у меня осталось, чтобы дойти наконец до 20к. Давайте уже доползем до этой цифры заветной. Ну и, конечно же, самые толстые, большие респекты тем людям, которые подписываются на Твич и Телегу. Очень долго говорю, пора начинать. Погнали. И начнем мы немного издалека. В этом году у Юбисофт два крупных релиза. Первый уже прошел, это Assassin's Creed Mirage, и не сказать, чтобы все от него были прям в восторге. Она довольно долго держалась в топ-10 продаваемых игр, намного дольше, чем другие релизы этого года. Ну, разве что кроме Baldur's Gate. Но все же тут надо учитывать, что Assassin's Creed это кормящая франшиза Юбисофт, которая кормит их уже второе десятилетие. У этой игры огромная фан-база. При этом масштаб миража был явно ниже предыдущих игр. Да, Юбики объясняли это возвращением к корням, но лично я объясняю это экономией средств на фоне финансовых и ряд других проблем. Это косвенно видно и в новой части The Crew, тоже довольно крупном релизе от Юбисофт. Там размер карты сильно меньше предыдущих частей, ровно как и количество контента. Насчет хороших продаж The Crew Motorsport Info их, кстати, нету. Зато о плохих продажах может говорить то, что игра буквально через месяц после релиза получила скидку в 20%. И уж совсем ничего хорошего нельзя сказать про другие, если можно так выразиться, релизы от Юбиков. Rainbow Six Extraction оказался совсем никому не нужен. Уверен, предстоящий XDefine ждет та же судьба. А про Skull & Bones и Prince of Persia The Lost Crown лучше совсем ничего не говорить, по-моему. И вот, на фоне всего этого безобразия, у Юбика осталась еще одна надежда. Игра по самому кассовому фильму в истории кинематографа. Причем игра прям официальная, с одобрением Джеймса Кэмерона. Я, правда, не очень понимаю эту Джеймса. Почему именно Юбисофтам он решил довериться, учитывая всю ситуацию круг компании? Но Кэмерон в свое время и последнюю часть Терминатора одобрил. Возможно, старик немного потерял хватку. Возраст сказывается. Ну да ладно. Давайте для начала вспомним все, что нам известно про эту игру. И начнем с команды разработчиков. Разрабатывает игру шведская студия Massive Entertainment из города Мальма. В котором я, кстати, был в 2011 году. Жалко, что я тогда не шарил, кто там вообще базируется. Massive Entertainment перед Аватаром работали над двумя частями The Division. Да, если вдруг кто-то еще не знает, то когда мы говорим про игры Юбисофт, это не означает, что их обязательно разрабатывает какое-то из подразделений Юбисофт. Хоть их и целая тьма. Часто это делают компании, которые они купили и теперь являются владельцами. И в 2008 году именно это произошло с Massive Entertainment. Я считаю, что эти разработчики неплохо себя зарекомендовали, ибо к Дивишке я отношусь очень даже положительно. Да, понятно, что серия Дивижн прям очень уж попахивает стандартными играми-сервисами от Юбисофт. Но, как ни странно, что первая, что вторая часть были сделаны довольно неплохо. Не прям вау-вынос мозга, но такие неплохие кооперативные убивалки времени под пивас. Кроме того, Massive Entertainment разработали движок Snowdrop, который как раз использовался в серии The Division и неплохо себя зарекомендовал. На этом движке были и будут сделаны еще много игр, которые издает Юбисофт. И именно на этом движке создается аватар фронтирства в Пандора. Но про графику мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте про сюжет. События игры будут отсылать к событиям первого и второго фильмов, но сама история будет отдельной, не связанной напрямую с фабулой кинофраншизы. Они будут происходить параллельно, в 2154 году. Ну и, конечно же, без традиционного противостояния народа Na'Vi и компании RDA не обошлось. Итак, пока главный герой первого фильма одупляется на Пандоре, в другом месте планеты люди пытаются подчинить себе народ Na'Vi. Похищают их детей, держат их в специальном лагере и пытаются воспитать их так, чтобы сделать из них солдат и натравить на соплеменников. Короче, стараются по максимуму, чтобы старина Адольф впустил слезу умиления. Руководить всем этим безобразием новый для франшизы персонаж. Высокопоставленный член RDA Джон Мерсер. Детей Na'Vi воспитывают как людей, обучают языку, дают армейскую подготовку. В итоге эти дети Na'Vi даже помогают RDA развивать свое поселение на Пандоре. Однако вскоре события первого фильма, а именно война между народом Na'Vi и RDA, доходят и до их базы. И наемники, естественно, проигрывают битву. Перевоспитанных детей хотели сначала расстрелять, однако после уговоров некой учительницы Аватара было решено погрузить их в сон на 15 лет. И просыпаются наши детишки уже после событий фильма Аватар. Путь воды. Среди них и главный герой или героиня игры. Теперь ГГ и другим, предавшим мне по своей воле свой народ, предстоит восстанавливать доверие племени, так как всех их считают чужаками, которые росли совсем не так, как народ Na'Vi, им чужды их культуры и традиции. Так что наша задача будет по сюжету воссоединиться с родным народом. Но, конечно же, не только это, ведь на планету вернулся тот самый член RDA Джон Мерсер, все с той же миссией усмирить непокорный народ Na'Vi. И вот ему нам предстоит противостоять. В целом, в сюжете тоже какой-то необычный и захватывающий, но я не могу такого сказать и про оригинальные фильмы. Кстати, Джеймс Кэмерон консультировал разрабов на протяжении всего процесса разработки, чтобы происходящее не противоречило фильмам и дополняло их сюжет. Но тут вот прямо видно, что разработчики адаптируют новую историю так, чтобы не надо было вечно переключаться между человеком и Аватаром, как было в первом фильме франшизы. К тому же, это бы очень сильно напомнило нам анимус из Ассасина. Так что вот нам выдали вроде как воспитанного как человека, но при этом представителя народа Na'Vi. Решение неплохое, как по мне. А дальше все уже зависит от сценаристов. Смогут ли они подать историю интересно? Или выберут путь воды? Я, если честно, всегда считал сюжет во франшизе Аватар довольно второстепенной штукой. Не то чтобы он совсем не важен, но главными все же, как по мне, всегда были визуалы и атмосфера. И вот тут самое время обсудить графику. Именно визуальная составляющая сделала Аватар самой кассовой франшизой за всю историю кино. Многие забивали на банальный сюжет и просто наслаждались красивыми винами Пандоры, погружались в ее природу и пытались почувствовать то самое единение, про которое говорили представители народа Na'Vi. И тут, я считаю, массив интертеймент постарались на славу. Как я уже говорил, разрабатывается игра на движке Snowdrop. И сразу перед тем, как нытики взвоют, что вот, мол, движок старый уже, графика говно, PS3, стайл и так далее, напомню, что использование какого-либо движка не означает, что графика будет такой же, как и в год его разработки. Движки часто дорабатывают и апгрейдят. То же самое произошло и в нынешнем случае. Огромное количество геймплейных трейлеров, да и просто уже летсплеев от известных ютуберов, показывают, что графон в игре достойный и максимально приближен к тому, что мы видели в кино. Не буду бросаться выражениями а-ля «Графон в игре не отличим от фильма», потому что это неправда. Местами все же и освещение слегка проседает, и анимации лиц не сильно передают эмоции. Это, кстати, в последнее время прям какая-то массовая проблема. Однако, в целом, работа художников, освещение, цвета, вопросов, графики. Смогут ли разработчики показать нам разнообразие Пандоры, или мы всю игру будем тупо бегать по кустам, или сам, ну и там по базам людей? Я понимаю, что как бы, ну так планета выглядит, однако отсутствие разнообразия локаций может быстро утомить. Ну и, конечно же, традиционный вопрос к оптимизации. Смогут ли Massive Entertainment выпустить игру, которая не будет лагать на релизе, как сейчас стало модно. Кроме графона, атмосферу должна подчеркивать и аудиосоставляющая. С ней, судя по трейлерам, тоже все в порядке. Музыка и звуки узнаются и вполне вписываются в общую картину. Тут вопросов, в принципе, особых и нету. А вот к чему у меня действительно есть вопрос, и очень серьезный, это к геймплею. Прежде всего, Аватар это экшен от первого лица в огромном открытом мире. И вот тут, привет, стандартная схема Ubisoft. И первые игровые трейлеры только это доказывают. Перед нами явный клон Far Cry. И это меня страшно печалит. Не подумайте, я люблю третий Far Cry, но имхан на нем Юбиком стоило бы закончить. Но нет, тут у нас снова все по-старому. И охота на животных со сбором ресурсов для крафта и улучшения снаряжения, и зачистка аванпостов, конечно же, со сраным стелсом. Надоело, что Ubisoft трусят сделать что-то кардинально новое, отличающееся от того, что они всегда нам дают. Здоровый, бестолковый, хоть и красивый мир и всратые аванпосты. Разбавить все это могут полеты на экранах и поездки на животных. Благо, тут они будут от третьего лица хотя бы. Плюс на экранах можно будет сражаться, и это уже хотя бы что-то новенькое. Вопрос, конечно, в реализации подобных боев и их количестве, но тут уже будем судить на релизе. А вот подводного геймплея из пути воды ждать не стоит, как я понял. Жаль, это тоже могло бы хоть как-то разбавить уже 10 раз приевшуюся геймплейную формулу. Я очень надеюсь, что юбики не запихнут сюда задание а-ля найти босса локации и убей его, чтобы завладеть территорией. Хотя, совсем не удивлюсь, если снова так и будет. Причем опасность вот этой стандартной геймплейной формули не только в ее однобразии. Есть еще возможность получить гринволы. Как бы нас не заставили гриндить или покупать бусты опыта для прокачки, в подобном юбике уже были замечены. Я на самом деле не считаю, что, например, продажа скинов это агрессивная монетизация. Да, я понимаю, что скины в однопользовательской игре это бред сам по себе. Зачем они нужны? Выпендрятся-то не перед кем. Что, просто для разнообразия? Тогда давайте их за достижения в игре, а не за реальное бабло. Но скины я все же могу игнорировать. А вот гринволы игнорировать будет сложно. И вот тут я надеюсь, что все финансовые трудности юбисоф дадут им понять, что агрессивные способы монетизации ни разу не помогают, а скорее мешают. И пора про них бы уже забыть. Но небольшие намеки на гринд уже имеются, так как для прокачки нам, например, нужно будет не только выполнять задания, но и исцелять зверей, которым не повезло встретиться с наемниками. Мол, это будет укреплять связь главного героя с окружающим Миром и Эйвой, которая будет передавать опыт предков для прокачки навыков. Возможно, я, конечно, загоняюсь и на ревизе окажется, что гринда в игре особо нету. И это просто очередной способ заработать экспу по дороге к какому-либо заданию. Но опыт предыдущих игр Юбисос заставляет немножко переживать. Далее по геймплею. Из оружия у нас будет не только лук, но и всяческие человеческие пухи, обращению с которыми главного героя как раз обучали. Как я понял, их можно будет подбирать с поверженных врагов. Еще мне очень понравилось, как в некоторых схватках герои пробивал стекло мехов и убивал водителя. Это было прям прикольно. Как сами пухи стреляют по видео, мне всегда сказать сложновато. Это будем щупать на релизе. Кроме этого, можно добавить, что после зачистки аванпоста он будет постепенно сливаться с природой и зарастать растительностью. Но это все равно не заставит меня защищать каждый аванпост в игре. Еще говорят, что есть какая-то система паркура. Некоторые даже сравнивали с Мирос Эйдж, но по трейлерам я ничего такого не увидел. Максимум какие-то там трамплинчики в открытом мире, да и все. Ну и вроде как еще ходили слухи о кооперативном режиме на двух человек, видимо снова по формуле Far Cry. И это все подробности, которые нам известны о геймплее. Давайте же теперь подытожим, что нам можно ждать от подобной игры. Мое мнение такое. Ждать нам надо классическую игру от Ubisoft. Она будет красивой, а вот будет ли она при этом интересной целиком зависит от того, по какой дорожке пойдет эта игра. Смогут ли Massive Entertainment выдать нестандартный Ubisoft продукт с большим открытым миром, где особо нечего делать, кроме зачистки аванпостов и сбора ресурсов? Смогут ли они разнообразить стандартную геймплейную формулу Far Cry? Не затягивать искусственно прохождение игры и подарить нам интересный сюжет? Поэтому я конечно надеюсь, что все проблемы Ubisoft дали им понять, ну не работает то, что они раньше делали. Ну вот же убытки, ну не надо пихать везде монетизацию. Не надо продавать бустеры опыта. Не надо искусственно затягивать игровой процесс. Не надо забивать хрен на сюжет и просто насыпать горы однотипного контента. Это плохая идея, она уже не работает. Я надеюсь на это, но верю с трудом. И вот мне кажется, что в лучшем случае тут мы получим красивую игру с ненапрягающим, но и не особо удивляющим сюжетом, который все удовольствие мы будем получать от путешествия по Пандоре и красивых видов. А все остальное будет, ну как в предыдущих играх Юбиков. И возможно этого даже будет достаточно. А вот в худшем случае мы с вами получим красивый, но бестолковый продукт, который вновь докажет, что Ubisoft не способны нас порадовать. А потом они разорятся и их купит Microsoft. Ох, как же хочется ошибаться. Пишите в комментариях, что вы думаете про эту игру и достаточно ли вам вот этих вот стандартных игр от Ubisoft или вы такой же человек, как я, и ждете все-таки чего-то нового и интересного. Ну и конечно же не забывайте подписываться на канал, если вам зашел контент, ставиться лайки, чтобы умаслить проклятые алгоритмы Ютуба. И самые красивые, самые респектовые люди еще подпишутся обязательно на Twitch и на Телегу. Ну а на сегодня это все. С вами был Мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.